Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный Telegram канал Amarkets с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы постим дополнительный аналитический контент вам в помощь. К повестке экономического календаря. Сегодня нас ожидает насыщенный день, хотя если сравнивать с динамикой прошлой торговой сессии, я даже не знаю, что на рынках должно произойти еще больше, чтобы мы удивились. Текущая динамика по всем финансовым активам полностью соответствует тому прогнозу, которого мы с вами и придерживаемся. Это как раз тот случай, когда сегодня можно просто констатировать достижение целевых ориентиров и на этом закончить. Но все-таки нужно еще держать руку на пульсе и следить за тем новостным фоном, который продолжает развиваться. Поэтому моя задача снова посвятить вам, друзья, возможности, которые есть на рынке прямо сегодня. И заранее хочу сказать, что тот фон, который мы ждем, скорее всего, приведет к еще более выраженной трендовой динамике по тем активам, за которыми мы следим. И тот же самый индекс доллара окажется на еще более высоких ценовых значениях. По поводу того, что нас ждет сегодня. Давайте прям хронологически. В 10.00 выступление Лагард, соответственно, влияние на курс европейской валюты. Но Лагард будет говорить о перспективе повышения процентной ставки. Снова будет сигнал в пользу того, что ее уместно повысить на 50 базисных пунктов. Но я считаю, что рынок уже устал от этой риторики. И, скорее всего, любой признак дальнейшего ужесточения европейской монетарной политики многими трактуется как еще одно обстоятельство для последующего ухудшения экономических условий. Далее в 10.00 по GMT, то есть в то же самое время, когда будет выступать Лагард, еще отчет по ОВП. Еврозоны выйдет. Это, скорее всего, пересмотра прошлых показателей уже не будет. Это финальная окончательная оценка. Но сюрприз какие-то возможны. В 13.15 по GMT отчет ADP по состоянию американского рынка труда. Это релиз, который предваряет нонфармы, которые выйдут в пятницу и точно не позволит нам скучать на заключительных торгах этой недели. Далее в 15.00 второй день выступления Паула в Конгрессе. Сказал ли он уже все, что хотел и все, что могло повлиять на рынок? Я думаю, что нет. Могут быть еще акценты на перспективы дальнейших действий американского регулятора, что придаст дополнительную силу курса американского доллара. Поэтому нужно по-прежнему следить внимательно за тем, что происходит, контролировать риски. Загрузку депозитов, риск-менеджмент принципиальный. Всегда очень важный. Я надеюсь, что вы освоили уже азы. И еще два важных события в 15.00. Решение Банка Канады по процентной ставке и в 15.30 данные по запасам нефти в США. То есть, фактически, у нас расписан весь день вся торговая сессия. И думаю, что вы точно найдете для себя какой-нибудь инструмент, за которым стоит последить и с которым можно поработать. Что касается того, что у нас есть сейчас. Индекс доллара 105.78. То есть, мы сделали, даже перевыполнили наши целевые ожидания. Мы хотели увидеть индекс доллара выше 105 пунктов, а сейчас он уже в районе 106 пунктов. Я думаю, даже при текущем росте это только лишь начало, потому что после вчерашних заявлений Паула, конечно же, у доллара открыт путь для движения еще выше. Паула отметил, что несмотря на начало дезинфляционного процесса в экономике, еще ей предстоит пройти колоссальный путь, очень продолжительный путь, прежде чем инфляция стабилизируется в районе 2%. И по мнению американского регулятора, в лучшем случае, когда цель по инфляции будет достигнута, это перспектива аж до 2025 года. Это не значит, конечно же, что до 2025 года ставка будет расти. Нужно прекрасно осознавать это. ФРС пойдет еще на несколько повышений ставки, достигнет ограничительного уровня. Причем сейчас мы точно не можем сказать, на какой отметке этот уровень будет достигнут. Но я думаю, что где-то в районе 6% и ранее, во время прошлых брифингов, я обращал ваше внимание на комментарии многих инвестиционных банков, которые тоже использовали в своих прогнозах данный целевой ориентир. После того, как ставка американского регулятора достигнет 6%, ну или чуть ниже, она останется на этом уровне в течение длительного периода времени. То есть на высоком уровне и не будет снижаться буквально на следующем заседании после того, как будет достигнуто данное пиковое значение. И фактически Паул признал то, что американский регулятор рассматривает возможность дальнейшего активного повышения процентной ставки. И на очень неудобный вопрос Паул относительно того, считает ли он, что крепкий рынок труда и рост инфляции в месячном выражении достаточные основания, чтобы американский регулятор пошел дальше. Паул признал, что американский Федеральная резервная система допускает возможности более активного повышения ставки, что означает, что в марте она может быть повышена на 50 базисных понтов. Друзья, это как раз то, что было нужно всем покупателям доллара, потому что лишь перспектива повышения ставки на 50 базисных понтов на заседании 21-22 марта – это прям самый крутой катализатор, который сейчас можно найти для доллара. И этот катализатор сейчас есть. Вероятность повышения ставки по данным FedWatch на 50 базисных понтов после выступления Паула выросла с 28% до фактически 50. Если не разочарует в пятницу данные по Non-Farm Perils, то тогда перевалим за 50 и уже будем готовиться к этому решению как почти неизбежному. Рост доллара продолжится. Золото 1811. Правильно мы сделали, что не отказались ранее от коротких позиций, потому что, судя по последнему обвалу, золото все еще стремится для того, чтобы протестировать поддержку 1800 и, возможно, оказаться даже еще ниже. Сейчас у нас прекрасный набор факторов поддержки для этой идеи. От роста доходности американских облигаций мы ждали с вами 4% по десятилеткам. Это доходность достигнута. Индекс доллара растет. И индекс настроения, рыночный сантимент сейчас показывает, что 80% трейдеров золото покупают. И, конечно же, золото идет против этого большинства или, как мы выражаемся, толпы. Пока это позиционирование сохраняется, я предлагаю смело шарфить золото с целями 1800 и ниже. Европейская валюта против доллара 1.0531. Здесь тоже цели выполнены. Ждем теперь снижения ниже отметки 1.05. Последняя макроэкономическая статистика подсказала нам, что риски рецессии все еще сохраняются, рыночные продажи, серьезное снижение в годовом выражении. Индекс потребительского доверия Сентикс университета доказывает, что бизнес не очень-то оценивает перспективы европейской экономики на ближайшие 6 месяцев. И если ЕЦБ будет и дальше повышать процентную ставку, я думаю, что эти условия еще ухудшатся. Британская валюта. Здесь цели выполнены. Я предлагаю фунт даже уже афиксировать, потому что текущие котировки 1.18.18. Да, впереди еще отчет по ОВП Англии, который может подтвердить вступление британской экономики в рецессию. Но я предлагаю все-таки сказать рынку спасибо, потому что здесь прям тотальное перевыполнение всех наших целевых ориентиров. Я думаю, что впоследствии мы найдем другую точку входа и обязательно воспользуемся. Австралиец против доллара 0.6593. Решение Резервного банка Австралии повысить процентную ставку не оказало поддержку национальной валюте, потому что участники рынка в сопровительном заявлении Резервного банка Австралии увидели намек на то, что регулятор может воздержаться от дальнейшего повышения процентной ставки. И в качестве целевого ориентира по этому дуэту активов я предлагаю смотреть на уровень 0.65. Доллар канадец 1.3761 в цели, 1.38-1.39, ну или можно уже замахнуться прямо на совсем круглую планку 1.40. Сегодня решение Банка Канады по ставке ее скорее всего не изменят. И можно наложить то, что мы вчера услышали от Резервного банка Австралии на текущее сопровительное заявление от канадского регулятора. Я думаю, что риторика будет точно такой же. И, пожалуйста, пример вчерашних продаж австралийского доллара сегодня могут конвертироваться в такие же продажи и по канадскому инструменту. Тем более, что еще и растет курс доллара. Биткоин мы ожидали дальнейшего снижения на фоне ситуации с Сильвергейт и ужесточения монетарных условий в США. То есть монетарные факторы оказывают сейчас давление на весь рынок криптовалют, потому что укрепляется доллар. Ждем биткоин в районе 20 тысяч и ниже. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!